Итак, друзья, для чего нужна система PRM? Она нужна для автоматизации и обучения людей строить бизнес. Например, в любом бизнесе есть вы, как владелец бизнеса или менеджер, который представляет ваш бизнес и продвигает на рынок, и есть потенциальный партнер или клиент, которому нужно донести какую-то мысль, с которой нужно заключить контракт и заключить сделку. Редко сделки заключаются с первого раза. Ну, может, конечно, и такое случиться, но обычно это бывает в несколько этапов, в несколько встреч, переговоров. Вы даете какие-то материалы, проводите какие-то презентации, отправляете какие-то материалы по почте, созваниваетесь. И, соответственно, это называется вести клиента. Вот система PRM, она позволяет вести клиентов и вести партнеров, не потеряв ни одного звонка, ни одной встречи, отслеживая всю историю с ним. Вообще она, в принципе, создавалась для бизнеса MLM, где четко расслеживается пошаговая структура встречи работы с человеком до запуска в бизнес. И плюс потом следующие шаги, прежде чем этот человек научится бизнес делать самостоятельно и запустит его. Это называется система дубликации. И система PRM очень четко для этого построена, для масштабирования бизнеса. И прежде чем мы перейдем к тому, как это все работает, давайте посмотрим, как систему PRM установить на свой смартфон. Итак, теперь рассмотрим, как устанавливается PRM-система на iOS, на телефоны Apple. Итак, заходим в WPP-сторе, нажимаем поиск и набираем PUSHME PRM. Вот система нам нашла PUSHME PRM и нажимаем установить. Видим, что система установилась. Открываем ее. Соответственно, что тут у нас выскочило? Да, система ОК нажимаем. Система предупредила, что может присылать нам уведомления. Читаем кратенько информацию о системе PRM и нажимаем продолжить. Есть два входа в систему. Первое – это партнерский вход. Второе – через Facebook. Ну, мы сейчас с вами зайдем через Facebook. ОК нажимаем. ОК. Сейчас система подгрузит нам все контакты наши с телефона. и выдаст подсказку, как можно перемещаться по меню. Нажимаем по экрану. И сразу идем в меню в левом верхнем углу. Видим такой квадратик. Опять нажимаем вверх-вниз. И переходим в раздел «Возможности». Изначально все контакты у нас попадают в раздел «Возможности». Щелкнем по экрану. И мы видим, что система нам считает в соответствии с нашим списком контактов. Вот у нас в списке 3000 человек. Соответственно, потенциал заработка. Система сразу посчитала, что благодаря 3000 человек, отработав эти контакты, мы можем зарабатывать 1 миллион долларов в месяц. Если щелкнуть по этой цифре, соответственно, система покажет, как считается эта сумма, из каких видов дохода она состоит. Она сейчас рассчитана под наш маркетинг-план. Соответственно, в дальнейших версиях можно будет маркетинг-план настроить под каждый бизнес отдельно. Нажимаем «Ок». Вот, собственно, вся установка. Теперь давайте рассмотрим, как работает система и какая ее основная цель. Итак, перейдем в меню в левом верхнем углу. И мы видим, продвинемся, что у нас есть этапы, через которые может проходить человек, когда мы с ним контактируем. В принципе, эти этапы настраиваемые. В настройках можно изменять, под каждый бизнес настраивать. И, соответственно, цель теперь очень простая – сконтактировать с каждым человеком и дать ему информацию о вашем бизнесе, о вашем продукте, продвигая по этапам до контракта. Ну, давайте посмотрим, как это делается. Зайдем с вами… Теперь перейдем к списку. Вот, соответственно… Ну, давайте найдем, например, Сергей Савич ВКонтакте. Среди контактов. Вот мы нашли. При первом входе ВКонтакте сразу давайте обратим внимание, какие дополнительные поля сразу позволяет система заполнять. Мы видим, что здесь можно добавлять телефоны, добавлять e-mail, добавлять день рождения и так далее. Вниз прокрутим. Здесь можно добавить сайт, скайп и так далее. Плюс переходим в раздел «Бизнес». И вот мы видим, что здесь у нас есть много полей, которые настраиваем под бизнес. Опыт в бизнесе, реферальные ссылки всевозможные бизнеса. И внизу, ниже опускаемся. Есть три бизнес-поля. Каждый может под себя настроить, для того, чтобы сортировать список имен и выбирать нужные категории людей. Ну и плюс здесь есть еще, если дальше двинемся, раздел «Дополнительно», где можно ввести данные социальных сетей и еще три дополнительных бизнес-поля, по которым, опять же, можно ввести сортировку и выборку. Ну и, соответственно, нажимаем «Сохранить». После того, как нажали «Сохранить», щелкаем по экрану. Система нам сейчас выдаст, что обучение закончено. То есть, вот теперь мы можем перейти к работе с контактом. Кстати, можно загрузить фотографию там же в редактировании, чтобы у вас все контакты были с фотографиями. И теперь наша задача сконтактировать с человеком. Вы видите, с человеком можно контактировать абсолютно разными способами. Можно позвонить по телефону, можно отправить смс-сообщение, можно связаться через мессенджер, можно отправить емейл-сообщение. И после каждого контакта отметить, система автоматически вам предложит отметить, чем закончился контакт. То ли нужно просто какие-то данные внести по этому звонку, то ли передвинуть контакт на следующий этап. Ну, давайте попробуем, например, набрать по телефону. Набираем телефон, вот пошел звонок. Вот мы пообщались, допустим. Разговор закончен, и вы видите, система нам сразу предлагает отметить, чем закончился наш разговор. Соответственно, можем выбрать из списка. Вот мы видим, что либо назначен следующий звонок, либо назначена встреча, либо не поговорили, либо у человека нет интереса к нашему предложению, либо передана какая-то информация, которую он должен посмотреть. Ну, допустим, давайте отметим, назначена встреча. Плюс мы здесь же можем ввести какой-то текст. Например, встречаемся в офисе. И система предлагает нам передвинуть человека на следующий этап или не передвинуть. Ну, давайте нажмем ОК, что передвинем. Вот мы сейчас сконтактировали с человеком. Соответственно, наша задача передвигаем его на следующий этап, что произошел контакт. И оставляем его здесь. Когда, допустим, нажимаем ОК, сохранить. Теперь, допустим, у нас с человеком состоялась встреча. И мы проводим эту встречу. Встреча, допустим, закончилась тем, что мы установили… Ну, вот здесь сейчас бизнес настроен под наш бизнес. Вся эта бизнес-модель, да, какие этапы сейчас проходят в нашем бизнесе. Поэтому я больше оговариваться на эту тему не буду. То есть все эти этапы под каждый бизнес можно настроить отдельно, самостоятельно. Вот. Ну, мы вернемся сейчас к нашему бизнесу и посмотрим, какие этапы там сейчас проходят. Но перед этим хочу сказать, что любой контакт в настройках можно настроить готовые скрипты. Чтобы вам каждый раз не придумать. Вот нового человека вы подключили к бизнесу. Его надо обучить. Что и как делать. То есть вы сразу ему даете готовые скрипты. Вот так звонишь по телефону. Вот такие смс-сообщения отправляешь. Вот такие сообщения на почту отправляешь. И все это настраивается в настройках. Давайте зайдем, я вам покажу, где это делается. Итак, переходим в меню. Вниз опускаемся. Есть у нас раздел настройки. И, соответственно, в разделах настройки нажимаем шаблоны. Ну и в шаблонах мы уже вот можем вводить шаблон. Ну, например, шаблон для сообщений. Вот мы видим, что у нас здесь есть разные шаблоны настроены. Любой из них можем выбрать при контакте с человеком. Возвращаемся назад. То есть спонсор вам поможет. Назад. Спонсор вам поможет настроить эти сообщения. В дальнейшем мы вам будем готовы загружать, давать сообщения. Готовые скрипты. Как контактировать с человеком. Соответственно, здесь есть раздел этапы. И вот здесь вы можете изменять все этапы. Возвращаемся. Настраиваем их под бизнес. Есть настраиваемые поля. То есть в разделе бизнес вы видите. И в разделе дополнительно. То есть все поля вы можете скорректировать. И настроить опять же под свой бизнес, чтобы вам легко было отбирать и выводить любые контакты из вашего списка. Ну что ж друзья, если вам понравился данный ролик, ставьте лайк и делитесь им в социальных сетях. Поделитесь со своими друзьями. И мы тогда будем снимать больше роликов, чтобы вы могли их использовать в своей жизни. Спасибо. 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 Спасибо.